друзья всем привет мы сейчас вам покажем видос который мы снимали до войны если 24 числа произошло полномасштабное нападение на нас то вот как раз 20 21 мы были в одессе в катакомбах сейчас мы решили показать вам это видео вы не переживайте она снято и смонтирована очень аккуратно там совершенно нет какой-либо посторонней лишней информации за которую можно было бы зацепиться а также огромное спасибо всем кто нас поддерживал на стримах полина коптер уже купила он уже отправляется на фронт а наш коптер в нашей модификации мы заказались европы он уже на полпути к нам скоро он приедет мы вам его покажем и передадим нашим ребятам поэтому всем благодарчик гуртом доброй батька бы ты всем приятного просмотра и до новых встреч опа друзья добрый добрый день мы сегодня в одессе прямо на главной почте всем привет огромный от всех нас одессы друзья сегодня мы прибыли для того чтобы посетить одесские катакомбы вы на долго нас просили что мы посетили катакомбы мы нашли классного проводника который знает все про эти шахты из детства здесь лазит поэтому сегодня мы будем ударно проводить время под землей в одессе летим в одесские катакомбы летим или нет сегодня мы находимся в одессе и сегодня у нас особенный день потому что у нашей катюш день рождения 18 лет уже здоровая баба у нас сегодня мы придумали такую интересную программу ресторан будет но позже а сейчас мы именно пойдем в наше любимое подземелье в особенное где еще никто никто не был наш проводник очень-очень оскульный товарищ наш и он знает такие места где не то чтобы никто не был от даже никто не знаю что они вообще есть короче сегодня идем классные места праздновать днюху офигенно я по ночам не вижу снов бред но это так там где ты заметил свет я там увидел мрак моя жизнь тебе не сахар веселый зигзаг дважды переспал со смертью я ее брат враг с кофе поутру нас покидает чувство боли ночью скайпель понутру сегодня ты снова спокоен за окном незримым снегом нас снова кроет райские сады в аду нам снова яму роют вновь иду своими ногами где в переулках боль если ты ломал свой разум то для меня свой в этом обществе гаморы каждый альбинос и тролль убиваю одиночество сыплю на раны с лыжницы уже в пути ногами на пороге храма разврата боли поклот и стыда влуда и срама люди гады ваши мысли истощают гнилить врат думали сказаниях смерть но на земле ваша рай или ад джекел или хайт бонни или клайд франц или драйв шоу тайм или шоу слайд выбор за тобою брат рай или ад так друзья и вот наконец-то мы в одессе мы такие собрались в одесские шахты вот господин валентин любезно предоставил как говорится нам себя на целый день сегодня показать настоящие секретной шахты где никто не был валентин здравствуйте спасибо вам большое что вы нам согласились показать подземелье что вы приехали я очень честно нас ждут средней степени трудности дело в том что высотовской катакомбах как и везде в одессе прятались партизаны и естественно румыны постараюсь просто кошка выбежала с катакомб прямо с катакомб черный кот вы пришел кстати это неожиданно и это интересно потому что кошки боятся катакомб смысле они дико любопытные но они туда заходят буквально на несколько метров почему не дальше они чувствуют запах лис в катакомбах живут дали виталик знает а лисы враги кошек они заходят такие дружат нет и к сожалению нет они дрожат только дома если их подружили а так они заходят чувствую запах говорят я сюда больше не хочу и выходят вот то что мы видели сейчас черный кот это может быть плохой знак нет надо единство сказать доброй дорожки тебе кошка и мне удачи немножко доброй дорожки тебе кошка и удачи тебе немножко хорошо что не вот я лисичка о вот как то так предупредили кого то что мы погружаем за естественно моего друга рому маузера а этот человек поднимет на уши все одессу это он умеет так что летим в одесскую катакомбу что заходим туда но я была в катакомбах у нас прям был огромный вход не рубайских я была там полный рост себе идешь песни поешь с рюкзаком с огромным там вообще этот вход был выше человечество подошли сюда я смотрю где вход держку куда будем залазить а вот какая малюсика дырка я даже не увидела самого начала вулф сейфи телом компани значит фирма вулф сейфи телом компани я бы сейчас яма донталь до 3 газ я валентин ты первый ныряешь ого вот так отползти ого да да аккуратно а это откуда мусора столько вот была воронка на огороде про провал с чего-то огорода сожалению значит у нас говорят бабка засыпала вход посмотрите на бутылки это явно не бабка это ее внуки я думаю что бабка столько пива не пила это они специально сделали и и да и нет в смысле у местных такое обычай если есть провал в катакомбы это бесплатный мусор или туалет они его сейчас использовали туалет да нет он уже заткнули мусором наглухо посмотрите вот так вот частного сектора сверху по сбрасывали дрянь всю прямо в одесские катакомбы ну скотство девки полина что вы залезли в катакомбу и что вам нравится сильно да ориентироваться вообще нереально подсаживаю вы понимали туда 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 это все лазы я сколько раз тут был я так до сих пор не понимаю как люди ориентируются расскажу вам двух словах есть машинные выработки большие когда комбайн режет все подряд а есть ручные когда люди выбирали как в той поре хороший камень доставали и они идут вот так вот как попало ну то есть типа выбирали получше камень ты когда идешь вперед оборачиваешься и ты туннель уже совсем по-другому видишь назад я уже не вернусь теперь я что хочу сказать что одесские шахты это пожалуй одно из подземных мест вообще в мире где реально можно полноценно заблудиться заблудиться причем заблудиться навсегда именно на полном серьезе и останутся от вас одни рожки до ножки нифига себе это человеческий не знаю зубки кстати обрати внимание на звук что с вами даже когда просто отворачивается то уже не слышно что он говорит в катакомбах это есть такой прикол 6 не теряешься будешь орать никто тебя не услышит и есть такой миф вот я сейчас прошу валентина есть такой миф что потерялся чтобы тебя услышали нужно взять камень и бить по полу чтобы было дух дух а если кричать все не слышно ты захочешь за поворот и уже можно не услышать друг друга поэтому желательно друг от друга не разрываться поглощает звук очень сильно а ну полинва кричите буквально зайдешь за поворот уже не будет слышно потерялся знаю что надо взять большой камень и стукать этот звук типа резонирующий глухой он слышен а низкие звуки не слышно это эксперименты интересно психологические делать нужно петля а что это за кассой за куча такая обвал классический момент типичный для одесских катакомб кажется что дальше идти некуда то есть зачем я вас сюда привел вот все завалено куда мы дальше поползем есть куда ползти надо ползти вверх одевайте шапочки мы будут бутялки с днем рождения катя рождать спасибо так это слышишь тусанин это было дно моря когда-то ну я не знаю это очень валентину чтобы я сейчас глупости не наговорил тут очень много ракушек на очень много так давайте быстрее по нас проводник если уйдет на отсюда хер выберем да 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 так мы вышли в большую галерею до валентин какой дальнейший план действий мы будем смотреть самые интересные места то есть мы идем на труп ссоре скелет человека которого убить непонятно когда потом скорее всего я думаю на партизанский лагерь это важно показать потом смотрим нижний русс а в принципе можем менять план действий потому что здесь настолько много интересных объектов что если честно я даже не знаю что вам будем идти и видеть смотреть что интересно тут вопрос у девок сразу родился вот полина задал вопрос я боюсь просто ошибиться чтобы вы поселенно говорить очень много ракушек здесь море были как естественно да то есть в любом месте в одесских катакомбах вот куда бы вы не смотрели вы увидите раками на ракушек 6 миллионов лет назад здесь было древнее море то есть черное море иными словами было больше она покрывала вес и украины соединялась с каспийским морем то есть кубань была тоже покрыта морем и она заходила даже в румынию вплоть до венгрии даже кусочек венгрии был покрыт этим морем ученые называют пантическое озеро море почему озеро море очень странно но в тот период босфорда дарданеллы не существовали то есть это море не имело сообщения со средиземным морем это было гигантское озеро держили плесноводные организмы а уже валентина раскрылся в двух словах нашим зрителям вообще вводную про одесские катакомбы чтобы зрители понимали масштаб этого сооружения вообще в формате планеты насчет масштаба это действительно самое большое подземное пространство на земле это правда ничего скажем так мы можем сравнить знаменитые парижские катакомбы 300 чем-то километров и одесские минимальная оценка 2500 километров максимальные улетают куда-то за три тысячи километров вот сравните 300 или 3000 а в каком году начали строить первая дата смысле самая старая дата которую мы нашли на стенах катакомб 1811 это крохотная катакомба на улице катакомбы настолько крохотные что сказать смешно вы можете обойти все комнаты где-то минут за пять сто пятьдесят а сто шестьдесят чем-то метров вся катакомба и сравнить район где мы находимся здесь это больше ста километров но это не конец он соединяется с катакомбами соответственно с катакомбами одессы то есть мы стоим в тысячи километровой системе это такая скромная минимальная прикидка в теории в старые времена при царе мы могли бы сюда отсюда идти до улицы пестеля в городе вот почему не можем сейчас дорога прирождена завалами затопленными ходами и уничтоженными участками при тампонаже смысле когда строят в одессе высокое здание катакомбы положено уничтожить засыпать песком официально это называется затампонировать то есть до улицы пестеля мы видим они не дойдем но если нам выдать гидрокостюмы и не знаю какой-то запас бодрости я не знаю сколько метамфетамина на это придется вот то мы наверное дойдем а ты скажи нашим телезрителям просто у нас как бы ну есть возможность телезрители как бы если скажу типа мы они очень понравилось мы испытывали в наших сериях гидрокостюмы то есть есть какой-то маленький опыт уже в этой штуке ты скажи это реально так мы приедем к тебе это реально мы приедем к тебе в гости да это реально мы перечислить вот усатого кончается шахтами розына это промежуточная шахта между усатого и кривой балка это реально сделать да это реально то есть мы можем пройти но у нас идет больше суток ничего мы готовы почему нет то есть путь по прямой на поверхности это не путь в катакомбах мы будем ты же понимаешь ты же знаешь перелазить завалы проходить затопленные участки где-то ползти то есть мы будем мы будем вынуждены слишком часто отдыхать и путь у нас займет больше суток ничего нас девки тоже боевые будут рюкзаки нести девки шо вы примокли там интересного очень да ну что попетляли но бывало что терялись люди в катакомбах это было каждый год в смысле это бывает каждый год прошу прощения больше сотни спасательных экспедиций с 1916 дело в том что в 2012 была спасательная экспедиция в которой участвовал я то есть я могу рассказать полностью ход на рождество 7 января в катакомбу ушел некто костя шариков псевдонимом не был кости успехов так он был зарегистрирован в соцсетях очень необычный человек ходил в катакомбу одиночку пред в одиночку при этом не имея достаточного опыта 8 января он не вернулся из катакомб родители подняли шум его начали искать добровольцы искали две недели некоторые особо там сомневающиеся в наших способностях люди искали почти месяц его не нашли слушай а что за история это правда или нет что был выход в катакомбы из-под какой-то школы туда регулярно ходили на перемене дети гулять клей нюхать еще какая-то девочка там якобы зашла потерялась чистая правда да более того мы здесь где мы зашли рядом был школьный колодец то есть школа вот мы находимся очень близко от нее на стадионе школы был квадратный шурф и дети прогуливали как говорят казен или уроки на базов катакомбах но такое же самое было и в одессе то есть школа это была традиция это длилось почти 25 лет сейчас вход закрыт к сожалению положено бетонная плита и возможно уже даже закатали в асфальт смотри возьми в руку видишь мокрые корни сверху снег тает попадает на ягодки короче вот ягодки это свежий вот-вот упал недавно буквально вот эти коржи они вываливаются вагой набираются и падают под своим весом на каких местах небезопасно стоять в резке по одесски или пацаны незаконная врезка идет труба откуда-то сверху и сливаются да не пойми шо валентина шо это такое за слив здесь что это такое это действительно сливничество сверху но это незаконно естественно никто не имеет права это делать по законам украины недра украины принадлежат государству то есть вот так делать нельзя но никто это не контролирует естественно это частного сектора что-то сам себе сделал да вот над нами частный дом а если чопик туда забить вот это у нас есть можем туда путь да так делали бабах значит восьмидесятых серёжа канавалов по кличке барыга наверно вы о нем слышали так делал он делал пирамидку из камней забивал туда деревянный чоп но наконец деревянного чопа прежде чем забить он ложил взрывчатку с детонатором выводил провод то есть посоединял к аккумулятору делаем взрыв естественно но сейчас никто не погиб не работает то есть они в бешенстве естественно но человек будет скважина рядом то есть настолько бесконтрольное бесплатное использование катакомбка канализации привлекает настолько что человек не останавливается перед тем чтобы проводить вторую скважину а куда она дальше впитывается просто в грунт хуже под нами еще один водоносный горизонт геология одессы крайне скучно здесь идут морские отложения здесь всегда было дно океана то есть под известняком огромный слой глины снова известняк потом снова глина и снова известняк и так далее до бесконечности граница глины известняка это идеальные условия для образования водоносного горизонта дело в том что глина это водоупорный материал то есть в любом случае на границе глины известняка образуется водоносный горизонт то есть вот здесь колодцы они глубиной максимум 40 минимум минимум 5 максимум 40 метров если пробурить дальше начнут мы можем делать колодец на глубине где-то 90 110 метров это уже сарматский водоносный горизонт дальше больше через какие-то 40 50 метров мы можем делать новый колодец и так далее естественно загрязнение постепенно короче они срут туда и потом оттуда же пьют да виталик это выразил все быстрее и проще грубо говоря они ссут срут и потом же из колодца со своего же набирают свое же говно берут ведра пьют и потом получают брюшной тиф да пацаны я уже подвернул ногу надо было девать какие-то армейские берцы потому что вы видите какое кривое пространство приходится смотри постоянно куда ступаешь больше легко прищемить ноги вот смотрите здесь еще одна незаконная свалка мусора через расщелину вот там вот сверху какой-то паскудный частный сектор выбрасывает под землю свою дрянь естественно это все идет в экологию грунтовые воды и таких сбросов здесь сотни расскажите откуда у вас появилась страсть катакомбом как вы вообще начали сюда ходить слава богу хотя бы сегодня я могу ответить на этот вопрос потому что долго много лет я не знал ответа на этот вопрос я не мог понять откуда марк твен приключения тома сойера тот момент когда не сбег и течер попытали попытались найти дорогу в пещере макдугала вот в штате кентакки и не смогли найти вот описание это пещера меня просто прибило и моя мама имела мне несчастье сказать что у нас тоже обалденные катакомбы через два года она очень в каком возрасте было ну когда я узнал об этом не было 7 лет где-то 8 я начал лазить катакомбы ну в катакомбы то есть мы занимались тем что сегодня называется диггерсом лазили лишь бы это было подземелье и все это мы назвали катакомбами 2013 я пришел в клуб поиск и мне наконец ой сори в 1986 ой сори надо вырезать да сори вот он на кусок вырезать в 1986 я пришел в клуб поиск и мне наконец показали что такое настоящие катакомбы то есть меня свозили в серый броневолос или а ты какого года рождения 73 то есть в 13 лет пришел в клуб да то есть до этого я лазил в катакомб лет наверно 6 можно это не считать это было несерьезно нету все равно слушай ты изучал ты какой-то свой опыт добивал но это было нового как юные самые молодые диггеры поливала что как тебе я расстроена идешь идешь эстетика такая красиво все так замечательно а тут бас и вот это вот канализация каналия каналия пробита вот а кстати друзья у меня на канале значит есть видео где я залезла в настоящую канализацию у нас в киеве заходите смотрите чем там опасно чем это плохо и чем нельзя туда лазить вот я уже как бы насмотрелась нанюхалась не хочу больше нюхать хочу красиво эти хватит лить хватит писать я корова вывал пылась и сэ ужас фу вонючая можно помыться поставить такой душу вольется же блин на самом деле катакомбы это очень уютные коммуникации и здесь не мокро здесь можно нормально передвигаться я приятно удивлена потому что никогда не было в катакомбах раньше я ночевала кстати в катакомбах и кстати очень прикольная тема моблимы с他们 просто под парашкой под��е и это же есть вот и прикольно очень ночевать в катакомбах потому что ты ложишься спать темно и просыпаешься темно избивается крюси биологические часы и мы когда ночевали катакомбах проспали 12 часов потому что организм типа такой ничего когда солнце будет logic когда будет солнце и вон смело спал спал и уже невозможно было спать можно проснулись и поняли же двенадцать часов тупо проспали. Можно выспаться, короче, здесь классно. Только подальше от каналии. Вонючки. Пошли. А что за история? Тигр там или не тигр? Что там было? Что-то было море и жил то ли соблезубый тигр, то ли медведь. Ну, я сейчас объясняю. К сожалению, даже большинство жителей Одессы до сих пор не знают. В катакомбах Молдаванки есть карстовые пещеры. Они пересекаются с катакомбами. Ну, то есть катакомбы вот утыкались в карстовые пещеры. Выглядит это очень непрезентабельно. То есть маленькие треугольные трещины. То есть туда кое-как может проползти человек. Но они бывают пустые, бывают заполнены глиной. На Молдаванке нам очень повезло. Они заполнены глиной и глина наполнена, она буквально нафигована, как фарш, костями древних животных. Соблезубый тигр это еще мел, там находили кости гигантской нелетающей птицы. Высотой примерно как три страуса поставить друг на друга. То есть это где-то, наверное, 6 метров. Там находили кости предков лошади. Очень смешное животное. Люди не могут поверить, но это можно посмотреть в музее. Лошадь величиной с лисичкой. Как кентавр такой? Нет, крохотная лошадь, вот как маленькая собака и лиса. Называется гепарион. В Палеонтологическом музее Одессы запасники забиты костями этих лошадей. Да, вы сегодня можете сходить и увидеть. Мы сходим после этой лошади. Значит, кости пещерных медведей, вот он как раз впечатляет размерами, если он встанет на задние лапы, высота примерно 8 метров. Ого! Это когда он жил? 3, 6, 10 миллионов лет назад. То есть конецкой Нозойской эры. В 1980-м умер Тимофей Григорьевич Грисай, человек, который обнаружил эти кости. Он был совершенно помешанным энтузиастом, и его ученики оказались не настолько фанатичными. Им не настолько это все было интересно. Хотелось это вот, Валентин, спросить в двух словах, чтобы ты рассказал, я хотя бы два слова скажу. Тихо, не жутко. Где мы находимся? Может быть, кто еще не в теме, мы как бы уже чуть-чуть прошли, что-то рассказали, где-то там оно на монтаже как-то получится. Мы находимся в шахте, собственно, где добывали, как бы, камень для строительства Одессы, всей Одесской области, и как бы всей этой округи, и всего этого, как бы, региона. То есть, если сейчас существуют, в данном случае, машины, которые пилят железными пилами это все, то раньше люди это все делали как бы вручную. И здесь были маленькие лошади. То есть, если вот присмотреться назад, вот здесь вот, то можно увидеть от повозок колею. Это сундраук. Вот это тоже, что мы видим, мы часто будем встречать, это отработанный камень, бракованный. То есть, люди пилами длинными вырезали камень, грузили на лошадей, и вывозили на поверхность. Бракованный оставляли. Хороший, квадратный, без сколотых углов вывозили на поверхность, и тогда продавали. Это очень труд такой был. А сейчас идет еще добыча этого камня? Вот, кстати, интересно. Да, только уже не под Одессой. Под Одессой последняя, не до конца легальная, но типа официальная, шахта закрыла где-то в 2017. То есть, камень добывать можно, но не очень-то рентабельно. Сегодня этот камень идет только на постройку частных домов, одно-двухэтажных. Типа как бракованный камень, грубо говоря, как просто черновой. Да, совершенно верно. Черновой постройке, и потом по штукатурку уже. То есть, как это называется, капитальных конструкций из него не построили, слишком мягкие. Естественно, да. Даже в советское время, когда все там было на грани допуска, разрешали ставить здание не более пяти этажей высотой. Я еще в двух словах про камень скажу. Как бы камень добывался, вот этот вот ракушечник. Их несколько типов было, типажей по твердости. И самый хороший был, это крымский камень белый, который добывали. В Крыму? Sorry, крымский намного лучше. Крымский, крымский, я же говорю. Намного лучше, да. А Одесский, по-моему, чуть ли не самый мягкий и самый низкий в мире. Худший в мире, пока что он самый мягкий был. Скажу честно, лучший камень Одессы, это даже не худший камень Франции и Испании. Вот. Нам не повезло. Качество известняка напрямую зависит от возраста. Нашему известняку 6 миллионов лет. Для сравнения, в США есть известняки, которым более 600 миллионов лет. Естественно, не надо быть инженером, чтобы понять, что качество камня напрямую зависит от возраста. Чем он старше, тем он дольше испытывал горное давление. То есть давление выше лежащих паров. Слежащие? Да. Тем он качественнее? Естественно. Он спрессовывался, становился тверже. То есть это прямая пропорциональность. Возраст и качество камня. 6 миллионов лет это ничто. Это одесские? Да. Это наш камень. Вы видите ракушки. То есть они еще не... Их еще не спрессовало, не уничтожило, не превратило в камень. Если белый крымский камень брать, там нет ракушек. Он плотный, как кирпич деликатный. Именно как стекло такое, очень твердое. То есть мы видим крымский камень, а он старше, ничтожное там где-то на 4, где-то на 10 миллионов лет. Этого достаточно было, чтобы его спрессовать уже в... Крымский, то есть в Крыму который? Да. А там тоже катакомбы есть? Конечно. Естественно. Белый камень добавили. В Крыму огромное количество катакомбов на Кершинском полуострове. То есть это Кершек, Монай, Булганаки и так далее. Феодосия, Евпатория. То есть там везде есть... Валентина, а в парижских бывал в катакомбах? Никогда. А хотел бы? Естественно. Может быть я как-то пригласил в Париж? Конечно, хотел бы. Было бы классно, чтобы ты рассказал нам про Париж, повазим вместе. Очень хотел бы, конечно, да. А у тебя загранпаспорт есть? Нет. Надо загранник сделать. Сейчас нужен только загранник и все. Сейчас без виз с Европой. Кто-то покинет лес, видимо вытеснет, выжмут. Для отвода глаз время лишь высушит соль. Это не сон, Эту бездну окутала мгла. Вытащитай знак! Вытащитай знак! Субтитры создавал DimaTorzok Слышишь, смотри, тут нитка натянута. Это кто-то может, чтобы не... Вот. Это... Как ориентир? Не только нитки. Мы будем видеть магнитофонные ленты, лески, то, что называется нить ариадный. Простейший, примитивный способ ориентироваться. На самом деле способ очень плохой. Почему? Ваши недоброжелатели может пройти в катакомбу после вас и перерезать эту нитку. То есть такое уже было. В конце 80-х дети со школы в Нерубайском пошли под землю. За ними шли такие же дети, но решили подшутить. Перерезали магнитофонную ленту, переложили ее в другой тупик. В результате вызывали спасателей. Вот так. То есть крайне идиотский способ ориентироваться. Это какой-то пан-таракан играет в карты. Очень необычный рисунок, но в одесских катакомбах он встречается минимум в два раза. Копия этого рисунка есть на деревянных воротах в Нерубайске. Какой-то мужичок с трубкой во рту. В Нерубайском еще видно, что его называют капитан. Видно, что он моряк, у него тельняшка. Он играет в карты с каким-то фантастическим существом, не то с чертом, не то с каким-то действительно насекомым. Насекомое с рогами. И мне кажется, что создатели рисунка попытались изобразить, что человек выигрывает у черта. У него на руках больше карт. То есть, наверное, это так символически попытались изобразить, что человек выигрывает. Это сколько лет рисунку? Вот этому, извините, где-то 140. То есть, как минимум. Это углем? Углем? Углем. Именно углем, не графитом. Это работники, да, рисовали? Да, естественно. А тут заключенные были? Нет, нет. Вполне добровольно. Мы в селе, здесь работали местные жители-крестьяне. Вот, кстати, остатки кассет. Вот это что люди пленку разматывали. Старые кассеты разваленные. Друзья, здесь очень много пленки. Вот ее растягивают или школьники или какие-то несведущие люди. Куча кассет валяется. Вот так вот пытаются ориентироваться. Смотри. По стариночке, по старой легенде. Скрипача в туфелек нашего. Так, Валентин, что первый чекпоинт, что мы хотели посмотреть? Скелет. Вот мы к нему идем. А в твоем смысле это криминальное захоронение? А никто не знает. Дело в том, что мы находим скелеты и партизан, и каких-то людей, которые бродили по катакомбам и просто потерялись. Плюс люди, убитые бандитами двадцатых годов. Это может быть кто угодно. А на экспертизу Костя не отправляли? Нет. Вот это настоящее путешествие к центру земли. Путешествие к центру земли. Аккуратно проходим еще одно подземное скотство, переработанное, выброшенное сюда людьми недобросовестными. Шлак. Вот, пацаки, я вам просто покажу, я потрогал, чтобы вы понимали. Порода очень тяжелая, но это практически камень. То есть вот эта пульпа весит килограмма два-три. И она довольно увесистая. Чуете? Это я взял из кучи самый маленький камушек, который тут-то есть. То есть если упадет даже вот такая глыба на горб, то это все. Гайки. Вы за что, можно подойти к нему? Лопатки. А нельзя определить мужчина или женщина? Нет, в смысле можно, но не я. А я могу туда переступить его? Конечно. Значит, откуда взялся, не знает никто. То есть это может быть какой-то путешественник по катакомбам 20-х годов, убитых бандитами. Это может быть человек, который просто заблудился еще в давние времена в катакомбах. Это может быть убитый партизан с таким же успехом. Это может быть убитый румын или немец. Вообще, принято называть это скелет немца, но это не больше, чем наше предположение, уже какое-то переросшее в легенду. Очень близко, мы с вами только что проходили, лежала немецкая сказка много лет с большой дыркой. Мы делаем вывод, что это партизаны завели под землю немецкого солдата и убили его здесь. Это не больше, чем наше предположение. Никто не знает. Нашли его очень давно, еще в конце 60-х. Как видите, нет черепа, нету ног, то есть уже больше сейчас забрали на сувениры. Слушай, а вот скажи, исходя из твоего опыта в связи с этим скелетом и вообще по катакомбам, имеют место какие-то необъяснимые вещи, магические, потусторонние? Ты встречал какие-то такие явления? Да, но очень мало. То есть, скажем так, я крайне люблю вот этих шарлатанов, которые рассказывают, что я вчера встретил привидения, а позавчера меня похищали инопланетяне. Это не ко мне. Тем не менее, под землей бывают абсолютно необъяснимые вещи, но приведу пример. В 96-м мы с первой женой в соседней системе катакомб, она сообщается, на нижнем ярусе нашли скелет лисы, то есть обглоданы полностью белые кости без малейшего кусочка органики, то есть бактерии их уже обработали полностью. Но в черепе лисы лежал целый мозг, то есть мозг не ели. Объяснить это невозможно, то есть если кто-то потребляет органику, естественно, мозг он съест не то, что точно, он съест его в первую очередь. Высмоксин? Естественно. Он вкусный, более того, он входит в состав некоторых человеческих блюд. Но у этой лисы отсутствовало даже там, наверное, не единые молекулы на костях, но мозг в черепе сохранился полностью. над ним был метр воды, в рову, сантиметров семьдесят воды. То есть это был затопленный нижний ярус. Лиса лежала под водой. Почему бактерии и прочие существа, уничтожавшие плодице скелета, не съели мозг, объяснений у нас нет. И вот таких загадок у нас в таком огромное количество. Да, вода красивая. Ты шо? Там подойдешь дальше? Ай, на верх идет. Да ладно? Сводит пальцы. Субтитры